так ребят всем привет вы на канале бивисовод с вами как всегда я бивисовод сегодня мы с вами наконец-то будем проводить тест и сравнение тайваньского вариатора тайваньской ответки и стоковые ответки и молочи вариатора после всех настроек мы с вами естественно постантим сегодня вот со мной еще не санек и кстати да по поводу станта есть такой интересный канал на ю тубе деревенский станд ведущий канала михаил снимает классные обзоры на редкие и дорогие мотоциклы недавно он купил себе drz 400 с и сделал на него сочный обзор также недавно михаил брал себе на прокат кавасаки шерпа 250 это было первое видео на ю тубе с такими подробнейшими техническими характеристиками на данном канале вы можете найти различные обзоры тест-драйвы и проверки лайфхаков связанные с мотоциклами и многое другое интересное что обязательно вас заинтересует просто заходите по ссылке в описании на данный канал подписывайтесь на него и смотрите деревенский станд вместе со мной итак ребят я посчитал что более правильный начать будет с того что показать вам как же едет сейчас мопед с малоси мультиваром и стоковой ответкой то бишь оригинальной давайте же посмотрим что из себя представляет вообще мультивар как же он показывает себя на хонде deal так ребят сейчас у нас будет тест обычной малоси трансмиссии просто посмотрим когда все едет то есть мы носим малоси вариатор ответка стоковая но мопед как обычно раскручивается то есть вы сейчас уже могли видеть как я ехал санек мы мы Кстати, мопед я настроил, более-менее все работает. Карбюратор тоже настроил, ребят. Так, друзья, это у нас был Молоси мультивар и истоковая ответка. То есть, как-то так мопед едет. Перед вами сейчас лежит вариатор джиса, который мы с вами сегодня будем тестировать и сравнивать с Молоси мультиваром. Также у нас ответочка ТВА сегодня лежит. Вы спросите, зачем, собственно, здесь вообще лежит Молоси мультивар сейчас? Новый причем. Ну, во-первых, я хочу сказать, что данные Молоси мультивары продаются на Дио в моем магазине Биошоп. В общем, если хотите приобрести, заходите по ссылке в описании. Ну, а вообще, в общем, в целом, почему, собственно, здесь лежит у нас сейчас мультивар и джиса? Все просто. Я просто хотел вам показать упаковки. То есть, в какой упаковке вам придет джиса, если вы его купите, как он будет упакован, и как будет упакован, и какой комплект будет у вариатора мультивар, если вы его приобретете. Начнем с того, что в вариаторе мультивар у нас сам вариатор, втулка, пружинка кладется, грузики и паук. А в вариаторе за джиса просто будет сам вариатор, втулка и паук. Все, больше здесь ничего не будет. Почему так они делают? Я предполагаю, что либо такая же история, как с айфонами, то есть телефон купите, наушники отдельно купите, зарядку отдельно купите. То есть, все вместе не продается. Либо это просто сделано для того, чтобы, ну, разработчики предполагают уже, что все равно человек будет настраивать, зачем ему сюда класть какие-то рандомные грузики, рандомные пружинки, если все равно человек будет настраивать, и если надо, он, в принципе, отдельно докупит. С одной стороны, правильно, я думаю, с другой стороны, в принципе, можно было бы купить базовые грузики сюда положить. По цене мультивар у нас 4970 рублей стоит, джиса 4200 рублей. Ну, по крайней мере, на тот данный момент, когда я покупал его, он стоил столько. Сейчас может быть его больше. Кстати, все ссылки я оставлю в описании. Далее, что мы сегодня с вами поставим, это, конечно же, ответочку ТВАЖ. Данная ответочка алюминиевая, то есть, она облегченная. В принципе-то, больше никакого за собой тюниного значения она не несет, только то, что она облегченная. Давайте же, первым делом, я думаю, проведем визуальное сравнение вариаторов. Далее проведем визуальное сравнение наших ответочек. После всего уже все это взвесим и начнем тестировать. Сразу обращаем внимание на пауки. Пауки у нас абсолютно, по сути, ничем не отличаются. Что Ки Ёши Паук? Да, у меня стоит на мультиваре Ки Ёши Паук. Не обращайте внимания. Но это не страшно, он особо от Молоси ничем не отличается. Пауки у нас абсолютно, в принципе, идентичны. Единственная разница, то, что здесь Ки Ёши написано, здесь десел, десел. Далее у нас идут втулочки. Втулочки, как вы могли заметить, уже видите, что они у нас отличаются. Собственно, толщиной. И, разумеется, с 100% весом. То есть у Джиса вариатора, скорее всего, во благо облегчения все сделано, и втулка идет тоньше. Соответственно, она и легче. У Молоси же мультивара вариатора, у него втулка вот такая толстая, прям насыщенным металлом, так скажем. По длине втулки, ну у Джиса вот чуть-чуть длиннее. Но у меня здесь втулка просто спиленная, школьники ее пилили, не знаю зачем, видимо, может длинная была. А насчет мультивара и Джиса, вы уже, наверное, видите, что разница в размере есть. Это, по большому счету, скорее всего, самая большая разница здесь. Кстати, вот по поводу веса, такое ощущение, что даже мультивар потяжелее. Но сейчас взвесим, узнаем. Мультивар у нас идет 89 миллиметров, Джиса у нас идет 96 миллиметров. Внутренняя сторона, давайте вот сначала Джиса посмотрим. Ну, вроде все качественно, красивенько сделано. Молоси мультивар, конечно, тут немного грязный, но, я думаю, все видели молоси мультивар, они тоже относительно качественно делаются. Заметьте, что у Джиса вот здесь есть такие прорези. Возможно, они сделаны по имя облегчения, так скажем. То есть, если бы этих прорезей не было, то вариатор, разумеется, тяжелее был бы. Это может быть просто сделано, чтобы как-то там внутренняя часть охлаждалась. Поток воздуха создается, когда это все у нас крутится. И может быть, это для охлаждения сделано. Кстати, еще интересная особенность. Видите, заметьте, вот здесь как сделано. Ну, я имею в виду внутренняя вот эта втулка. И как сделано вот здесь. Тут у нас стопор стоит. Не знаю, зачем так сделано, может, для надежности. По сути, эта втулка себя впрессовывается, и она чисто теоретически никак не вылетит отсюда. Но они еще стопор решили поставить, видимо, для максимальной надежности. Что же у нас по ответным щекам? Вот такой у нас комплектик идет, сама щека ответная. Ну, вот она уже, думаю, видите разницу со стоковой щекой. Первая разница, это, конечно, внешне они немножечко отличаются. Вот стоковая щека, кстати, очень тяжелая, реально. И вот ТВА щека. По качеству она очень классно выполнена. То есть, все обработано, все красивенько. Реально, ребят, за качество ручаюсь. Ну, в общем, типа, короче, из надписей, которые означают, что повалит. Вот если коротко говорить. Вот так она красиво выглядит. Она в разных цветах продается. Я взял желтенькую, золотистую даже. Не знаю, мне понравился такой цвет. Просто захотел такой цвет взять и взял. Как вы могли заметить, здесь у нас вот эта вот штучка, до которой храповик сцепляет отдельно. На стоковой ответке она уже, ну, варена в ответку. То есть, общей деталью идет одно целое. А здесь она отдельно. Объясняю, почему так сделано. Потому что, наверное, многие сейчас не поймут. А все просто. Данная ответная щека у нас сделана из алюминия. То бишь, она легче. И, разумеется, если бы вот эта штука у нас в одним целом, если вот это все было бы, то логично, что вот эта часть была бы тоже алюминиевая. И просто, когда храповик бы цеплял, она бы очень быстро сталь об алюминии, очень быстро бы стерла вот эти зубчики. Давайте начнем с пауков. Ставим наш паукс Киешевский. 68 грамм. Окей. Джисовский паук. 73 грамма. Ну, здесь чуть побольше. Возможно, потому что здесь уже краска вся слизалась. Вот здесь слизалась. Возможно, вот эта как раз краска слизанная и дает. Ну, в общем, будем считать, что пауки примерно одинаково весят. Втулки. Так, с Молоси втулка. 44 грамма. Эта втулка по-любому легче будет. 28 грамм. Ребят, разница во сколько? В 16, по-моему, да, грамм. Это довольно-таки неплохая разница. Ну, логично, что эта втулка толще, она и будет тяжелее. Конечно же, вариаторы. Давайте посмотрим, сколько у нас Молоси мультивар весит. 164 грамма. Окей. Так, Джиса у нас размером больше, по идее. Но, мне кажется, он будет весить примерно так же. Давайте посмотрим. 160 грамм, ребята, он даже легче. Просто посмотрите, он даже легче на 4 грамма. Да, разница незначительная, но он легче. Возможно, за счет вот этих вырезов он как раз-таки у нас легче получается. Ставим сюда это все и ставим втулку. В сумме у нас получается 262 грамма. Это у нас все весит. 276. Так, еще раз. 262. 276. 277 даже. Собственно, ребят. Несмотря на то, что Джиса у нас размером больше, все равно он весит у нас легче. Ну, скорее всего, это связано за счет того, что втулка здесь тоньше. Из-за этого у нас и вес суммарный меньше. Ну, вес меньше, как говорится, мотору крутиться легче. Все-таки незначительная разница, сколько там у нас грамм. 17, да, наверное, 15 получилось. Но вы видели. Все равно эта разница может повлиять на то, что коленвал, так скажем, будет немного легче мотор раскручивать. Да и в целом мотору будет легче крутиться. Так, ставим стоковую ответку. Итак, 276 грамм. Блин, ну, знаете, по ощущениям она как будто все 300 весит. Как заявляет производитель, она должна весить 125 грамм. 125 грамм она весит именно, ну, без вот этой штучки. Давайте проверим. Даже 124, да, ребят, все, как заявляют, так она и весит. А вот с этой железячечкой у нас она будет весить 149. Так, 149 у нас получается, да. А это еще раз смотрим. 276. То есть, блин, ну, разница, сколько у нас 100, приблизительно 120 грамм, ребят, разница. Ну, они даже ощущаются, что это легче намного. Это колоссальная разница. То есть, мотору намного легче, по идее, должно крутиться сейчас, встать. И нагрузка, естественно, уменьшится у нас. В общем, ребят, давайте сейчас посмотрим сначала, как они у нас на картере будут установлены. Не будет ли ничего об картере тереть? Потому что есть вероятность, что придется пилить. Так, ну, смотрим. Молоси мультивальта у нас, в принципе, здесь все понятно. Он у нас, ну, нормально, просто мы его вставляем. Все стоит, ничего не трет. Все крутится, все четко. Давайте же посмотрим теперь вариатор джиса. Такс, такс, ту-ду-дун. Все, ребят, все безупречно встает, ничего не трет. Боялся, что будет вот в этом месте тереть вверху, но все замечательно встало. Ничего не трет, собственно, все вообще замечательно, прекрасно. Если у вас 27-й мотор или 28-й, ну, вертикальный, то вот здесь у вас в районе стартера, он у вас вот здесь снизу расположен, придется, скорее всего, запиливать. Потому что я видел, что вариатор на 28-й, 27-й Дио начинает вот здесь тереть. И приходится запиливать. А на ГБЛ моторе, на ГБЛК, то есть, смотрите, все безупречно подходит, все классно. Ну-ка, ремень у нас как? Да, ребят, все четко встает, все классно. Грузики у меня стояли здесь 5,5 и 6,5. Через один в сумме это 30 грамм выдает, 33 грамма. Сюда сейчас поставлю такие же грузики 5,5 и 6,5, чтобы в сумме было 35. Китаем пахнет, шучу, Тайванью, конечно же, Тайванью. В общем, ребят, как-то вот так вот это все получилось, вот так это все выглядит. То есть, все четко встало, все классно, ничего пилить не пришлось. Здесь тоже проблем никаких нет, все на шлицы нормально село, все гаечкой притянулось. Сейчас прокатимся, проверим, надеюсь, оправдает ожидания. Надеюсь, ничего не сломается, ничего не открутится. Сразу предупрежу на видео, может быть, вы разницу не заметите никакую. А по ощущениям, если я что-то сейчас замечу, то я вам все передам, все скажу. Надеюсь, все повалит, надеюсь, не огорчусь. Ладно, гоу. Слушайте, такое ощущение, что прям подрывать стало. Ну, прям интереснее едет, блин. Ну, вам, наверное, не понять по видео, но я вам скажу, что прям... Не, ребят, реально он стал лучше разгоняться. Вот не совру, не совру, но реально лучше. Прям получше стало, прям чувствуется. Вот знаете, старт стал более такой подрывной. Возможно, все-таки у вариатора угол немного другой. А может быть, это просто облегченная ответка роль играет так вот. Вот так, мне надо развернуться сейчас, потому что бензо у меня не так много. Разворачиваемся. Вот, смотрите. Сам встает. Реально сам встает со старта, блин. Я вам точно скажу, не хуже, Молоси, не хуже. Сама встает, ребят. Очень легко мопед вытягивает на заднее. Просто сам. Вот, вы видели. Не, лучше стало, реально. Ребят, не совру. Лучше крутится мопед. Возможно, это просто за счет того, что легче стало. Но, опять же, блин. Мне прям нравится. Прям товчик. Блин, охота еще разогнаться сейчас. Посмотреть, докуда ремень выйдет. Все-таки интересно, выйдет до конца или нет. Тут я подернул уже. Ребят, ну мотор прям легче крутится. Вот. Чуть-чуть подергиваю. Где он на заднем, наверное, на 70 едет. Бак в полу, кстати. Даже наверхах как-то крутится лучше стало. Более плавный разгон, что ли. Не, ребят, это пушка просто. Это реальная пушка. Прям огонь. Бля, пацаны, дива валит. Клянусь, отвечаю. Ну, все, все. Девчонки, пацаны, берите Дио. Реально, Тайвань тюнинг решает. Прям очень классный разгон стал. Знаете, такой плавный. Такой приятный, короче, разгон, так скажем. Не знаю, как описать, но такой подрочить хочется. Поняли? Вот такой разгон стал. Разгон подрочить. Газ в полос. 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 Еще один тест. Не, ребят, это сочно. Все. Едем парковаться. А то я уже людей реально тут достал, наверное. Катаюсь, блин, каждый день тут как дурачок. Ой, шикарно просто. Все, кто говорил, что диу не валит, всем пока, как говорится. Вот, диу валит. Надо научиться только приземляться на вилку мягко. Давно от станта отвык уже, блин. На вилку приземляюсь как черт. Не, сейчас прям топчик. Прям просто словами не описать, реально. Джисо валит. Джисо. Давайте посмотрим, вышел ли у нас ремень до конца. Я уже разобрал, сейчас вы увидите все. Итак, смотрим. Итак, видим, что ремень у нас вышел почти на всю длину единственное. Видите, может быть, я не знаю, видно, не видно. В конце прям миллиметрик. Он до конца не доходит. Либо просто, может быть, я не до конца разогнался. Так, в принципе, вообще все четко. Просто топчик. Чисто рекомендую от себя, от души. Вот. Труба, кстати, сечет, е-мое. Вот, так это все смотрится. Смотрите, вот, все четко, все классно. Ставить я мультивар назад не буду. Изначально я хотел приберечь вариатор. Ну, короче, вот. Смотрите. Просто топчик. Не знаю, как это описать, ребят. Но это пушка. Так, ну что, ребят, испытания мы с вами провели. В принципе, я думаю, вы даже, ну, пусть по видео не совсем поняли. Но по звуку, я думаю, вы поняли, что мопед крутится лучше стал. Спокойно на заднее подрывает. Реально разгоняться, мне даже кажется, он побыстрее, поактивнее стал. Ну, все-таки облегчение, ответки. Ну, облегченная ответка и сам вариатор джиса, я думаю, большую роль играет. У вариатора все-таки, возможно, угол немного другой. И разгон более, может быть, быстрый получается у нас. Но, тем не менее, вариатор берем. Не жалеем реально деньги. Ссылки все на ответку на вариатор, как обычно, я оставлю в описании. Так сказать, напоследок вам бонус такой будет. Будет сейчас стантик, наконец-то стантик, спустя, сколько, полтора года, наконец-то я постанчу сейчас. Вспомню, так сказать, былое, посмотрите, как Дио валит на заднем. Погнали, навалим на этой конфетке. Ну и Санек сейчас со мной, конечно же, будет. В одного-то все-таки скучно кататься. Вот, ладно. Надеюсь, все будет четко. Поехали. Да будет станд. Матех. Да будет. Тихо. Продолжение следует... 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 сань зато саньку тикток сняли все всем пока